Сегодня Государственный Совет Чувашии собрался на первую после летних каникул сессию. В повестке дня значилось 29 вопросов. Один из первых о кандидатуре Ивана Маторина на должность председателя Кабинета Министров Республики. По законодательству кандидатуру премьер-министр предлагает глава Республики, а Госсовет либо соглашается, либо нет. В рамках процедуры согласования Иван Маторин встретился с членами фракций, представленных в парламенте. Накануне свои вопросы задали депутаты от Справедливой России и КПРФ. Их интересовали задачи, которые председатель Кабмина ставит перед правительством и перед собой на ближайшее время и на перспективу. Наша фракция, обсудив данную ситуацию, решила проголосовать против кандидатуры. И это связано не только с тем, что было в прошлом, но и с тем, что мы на сегодняшний день еще не видим вообще структуру правительства Чувашской Республики, которая будет сформирована. И поэтому, на наш взгляд, на сегодняшний день, поддерживая Ивана Борисовича, мы ставим телегу впереди лошади. Вчера прошла встреча с депутатами фракции КПРФ. К Ивану Борисовичу я отношусь уважительно, но здесь вопрос не в его личности, а вопрос в том, какой курс будет продвигать это правительство. К сожалению, кризисные явления становятся все более очевидными в республике. И те ответы, которые вчера на встрече прозвучали, они не вселяют надежду, что экономический и политический курс будет изменен. Поэтому наша фракция будет голосовать против этой кандидатуры. Перед началом сессии во вторник задать свои вопросы могли и депутаты от «Единой России». Мы все хорошо знаем, Иван Борисович, наверное, нет возражений. Главное, я вам скажу. Появляем, предусмотрен доклад на сессии, я постараюсь, буду коротко изложить. В принципе, главное, я хочу попросить, чтобы вы оказали доверие мне, которое оказал глава республики. Парламентарии задали кандидату вопросы, касающиеся задач и направлений деятельности нового кабинета министров. В сегодняшних реалиях, когда мы отошли от бюджетного правила и верстаем бюджет на год, понятно, что мы должны быть очень динамичны, очень живы. Мы должны сегодня жить в краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе. Понятно, что наши планы должны быть, и мы их имеем. Но сегодня мы должны жить в том тренде, в котором живет правительство Российской Федерации. Я считаю, для этих целей Моторин подходит как не то лучше. На сессии госсовета кандидатура Ивана Моторина представила депутатам, исполняющие обязанности заместителя председателя кабинета министров, руководителя администрации главы Юрий Васильев. Иван Борисович, вам всем хорошо известен. Почти 10 лет он является членом кабинета министров Чувашской республики. С 2006 года возглавлял Министерство экономического развития и торговли нашей республики. С декабря 2011 года, последние почти 4 года, занимает должность представителя кабинета министров Чувашской республики. Иван Борисович включен в резерв управления кадров, который находится под патронажем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В текущей экономической ситуации опыты и навыки, накопленные за годы работы, позволяют Ивану Борисовичу справиться с теми социальными обязательствами, которые взяло на себя правительство. В том числе обеспечить развитие экономики в интересах населения нашей республики. Прошу поддержать. В качестве приоритетов Иван Моторин назвал обеспечение устойчивости республиканского бюджета и занятости населения, выполнение социальных обязательств, поддержку промышленности и предпринимательства, развитие жилищно-коммунального хозяйства. Правительство Чувашской республики планирует увеличить объем инвестиций в экономику. Необходимо привлечь за данные 5 лет порядка 250 миллиардов рублей. Это без учета бюджетных инвестиций. Чтобы решить в первую очередь задачи по занятости населения, по устойчивому развитию экономики, поступлению налогового дохода. Сегодня находятся в работе десятки проектов. Иван Моторин обозначил среди основных задач к 2020 году создание трех индустриальных парков. Увеличение доли малого и среднего бизнеса на 30%. Продолжение работы по внедрению новых инвестиционных проектов. Работа над реформированием ЖКХ. По регламенту каждая фракция могла задать кандидату по три вопроса. После обсуждения прошло тайное голосование. В итоге за кандидатуру Ивана Моторина проголосовали 34 депутата. Против 6 воздержались 2. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.